Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну вот мы много говорим в последнее время о заявлениях известных людей, исполнителей. Как у нас корреспонденты любят писать звезд, да? Хотя я говорю, звезды это шахтеры, врачи, медики и так далее. Но никак не эти люди, которые под фанеру уже длительное время открывают рот и просто-напросто непонятно вообще чем занимаются. Музыку невозможно смотреть, шоу-бизнес просто это коллапс абсолютнейший. Значит, вы знаете все, что призывали к бойкот новогодних огоньков. Сейчас все жалуются на безденежье, а дети покупают у них майбахи и так далее. Так вот, музыкальный критик Сергей Соседов обрушился на российских звезд с фразой «Дай бог не видеть ваши рожи». Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что звезды российского шоу-бизнеса уже давно выродились и никому не нужны. Такое заявление шоу-мен сделал, комментируя призыв Меладзе к коллегам по цеху бойкотировать «Голубые огоньки» к Новому году. Напоминаю, Меладзе предложил артистам отказаться от всеми в новогодних программах, этим он хотел привлечь внимание к финансовым потерям и так далее. Но это мы все уже с вами знаем. И артисты одни поддержали, другие не поддержали. Музыкальный критик Соседов считает, что артисты оторвались от реальности, а зрители были бы рады не видеть опостыливших рож звезд эстрады на бесконечных голубых огоньках. Мне кажется, сейчас каждый из вас должен так сделать Сергею Соседову, вне зависимости от отношения к нему. Значит, видимо здесь идет интервью, да. Как можно трактовать призыв Валерия Меладзе к бойкоту новогодних телепрограмм? Ответственности, Соседов отвечает, ответственности у этих людей перед зрителями нет. Ответственные артисты не говорили бы, как им всем трудно живется, а говорили бы о том, как трудно живется зрителю. Золотые слова просто абсолютно. Вот я об этом и пытаюсь сказать, что не о себе любимых нужно говорить, не о себе любимых, когда есть огромные средства, а о гражданах страны, которые получают 15-20 тысяч рублей. И вообще-то давали бы благотворительные концерты для своего зрителя. Абсолютно верно, вот просто в точку. Значит, если бы бойкот состоялся, стало бы это ударом для телезрителей? Отвечает Соседов. Зритель даже обрадовался бы бойкоту. Прочитав сотни комментариев, я не увидел ни одной положительной реакции от зрителей. Дай бог не видеть ваши рожи, писали они. Или так, неужели вы нас осчастливите и вас не будет на экране? Впрочем, многие не поверили Валерию Меладзе. Было бы лучше, если бы вы бойкот объявили. Но этого не будет. Никто не писал, какое несчастье. Не будет наших любимых артистов. Никто это не написал. Публика единодушно высказалась против всех этих артистов, оккупировавших экраны телевизоров в праздничные дни. Значит, почему Меладзе сначала предложил бойкот, а затем отказался от своих слов? Отвечает Соседов. Все это глупый шантаж и свидетельство недалекости, фанаберии, мегаломании. Я таких слов не знаю, скажу честно. Ощущение своей невероятной богоизбранности, а они никому не нужны, их давно уже всем надоели. Их заявления неприличные, у меня нет никакого уважения к таким людям. Работать им не дают. Так продавайте свои замки, яхты и виллы. Корреспондент спрашивает. «Российский шоу-бизнес теряет прибыль в пандемии. Вы считаете, что артисты эстрады сильно пострадали из-за коронавируса?» Отвечает Соседов. Ни Пол Маккартни, ни Мадонна, ни Меладзе и Киркоров не имеют права жить фривольно и жировать, когда у людей проблемы. Бедность, маленькие пенсии и зарплаты. Многие люди потеряли работу и средства к существованию, а артисты какие-то концерты. Хотя они уже успели заработать на несколько жизней. Их позиция порочна априори, это прогнившая публика. Соседов просто жестким напалом жжет здесь. Мне нисколько их не жалко, наоборот, у них надо изымать средства в пользу нищих, больных, пенсионеров и так далее. Вот с кого нужно собирать средства на дорогостоящее лечение. Ну и, конечно, с политиков. «Вы говорите, что есть запрос на обновление. Кем можно заменить приевшиеся лица в новогоднем эфире?» Отвечает Соседов. «Сейчас некем особенно заменять. Искусство в упадке. Сегодня нет музыки, она ушла. Нет достойных песен и авторов. Я даже отказался от звания академика премии «Виктория» за национальные достижения в шоу-бизнесе. Я прослушал несколько часов претендентов. Это шлак откровенный. «Я понял, что не смогу из дерьма ничего выбрать. Я попросил избавить меня от голосования и вывести из членов жюри». Значит, почему искусство пришло в упадок? Соседов говорит. «Потому что нет идеалов. Идеалы девальвированы. Ценности проституированы. Музыка и общество на подъеме, когда эти идеалы существуют. Когда у них есть цели и задачи. Когда ничего нет и все растоптано. История, идеалы, нет и искусства. Старые композиторы ушли. Школ больше нет. Поэтов больше нет. Кто будет писать песни? Чтобы писать песни, нужно дарование, образование и определенная среда». Друзья, я только могу поаплодировать в данном случае Соседову и сказать, что он абсолютно правильные вещи говорит. Настолько правильно и настолько четко и в точку, что, ну, иди удаешься. Конечно, он почитал комментарии. Конечно, понятно, что он основывается на них. Но в то же время, зная его заявления и до того, как он сделал это, они были всегда резкие, всегда критические в отношении шоу-бизнеса. Я с ним абсолютно согласен. Я считаю, что эти люди действительно оторвались от реальности. Они действительно, вы знаете, вместо того, чтобы жаловаться, могли бы давать благотворительные концерты для, я уже говорил, врачей. И вот Меладзе вместо того, чтобы пойти в красную зону, между прочим, через несколько дней он снова заявил, что жалуется, он снова пожаловался в эфире какого-то там шоу на ютюбе на отсутствие корпоративов этих заработков. А в итоге посчитали, что в принципе все исполнители потеряют в целом за новогодние вот эти праздники 15, друзья, 15 миллиардов рублей оборот вот этих вот всех корпоративов и всего остального. Это же огромные деньги. Я считаю, что их справедливо сейчас, когда врачи увольняют из-за того, что у них, значит, недостаточно финансового обеспечения со стороны государства, пустить на благое дело, на зарплату врача, на доплаты соответствующие, на все остальное. Мне кажется, уважение бы появилось у граждан, если бы артисты эстрады отказались бы от своих, не знаю, там, бешеных гонораров или пожертвовали бы какие-то суммы, имея огромные деньги, да? Ну, сын Валерия и пасынок Пригожина после его жалоб покупают себе Майбах за 10 миллионов. Ну, понимаете, в чем дело? Вот люди бы и выкладывают фотку плюс один в гараж. Плюс один в гараж, там уже, значит, весь гараж заставлен. Но если бы он приехал и сказал 10 миллионов на больницу всем врачам в ковидном госпитале, друзья, вы знаете, это было бы совершенно другое отношение, и этого поступка никогда бы никто не забыл. Никогда. И тогда бы Пригожин бы не удивлялся, а почему же у нас граждане такие злые, почему они так плохо к нам относятся? Наверное, вот поэтому. Поэтому я с соседом полностью согласен, мне интересно ваше мнение. Напишите, пожалуйста, может быть, вы не согласны, считаете как-то по-другому. Но со всеми его вот такими выводами и со всеми словами настолько четко он формулирует, что тут действительно добавить даже нечего. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь, пожалуйста, значит, на мой канал основной, на котором мы сейчас с вами находимся, на канал саморазвития Будда Гришна. Лайф, добавляйтесь в инстаграм Будда Гришна, нижнее подчеркание офишал. Всем пока, друзья, до встречи.